Добрый день, дамы и господа! Сегодня в Одесском кризисном метеоцентре брифинг на тему «Воскресные взрывы в Харькове. К чему и как должны быть готовы одесситы? Как правильно выявлять опасные предметы и как вести себя в подобной ситуации?» Представители главной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Майя Гринько, начальник пресс-службы и начальник группы пиротехнических работ Роман Драч. Здравствуйте, уважаемые коллеги! С чего хочу начать? С того, что у нас с начала года, только с начала года, уже подразделения ГУС-службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области выезжали около 700 раз по различным выездам. То есть ликвидировано 400 пожаров, также было порядком 20 выездов на ликвидацию взрыва, опасных предметов Великой Отечественной войны, также на ликвидацию различных чрезвычайных ситуаций и помощь другим службам, а также гражданам. Вот из этих 700 выездов, которые были осуществлены с начала этого года, 73 выезда были именно на какие-то опасные предметы, которые были кем-то забытыми, и нашими бдительными гражданами города Одессы и области, то есть были выявлены, и, соответственно, было обращение в службы 101 и 102 по этому поводу. Из этих 73 выездов, которые были на подозрительные предметы, 5 вы знаете, что это были реальные взрывы, и 3 выезда это было обезвреживание, то есть предупреждение вот таких вот взрывов, взрывотехнической службой главного управления МВД в Одесской области. Мы сегодня пригласили руководителя группы пиротехнических работ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, чтобы он рассказал и особенности, скажем так, всех вывыходно-беспечных предметов и различных взрывных устройств, а также рассказал правила поведения, как нужно себя вести в случае, если будет выявлен какой-то подозрительный предмет. Перед тем, как ему дать слово, я бы хотела, во-первых, акцентировать внимание, что областным штабом по предотвращению таких угроз под руководством нашего губернатора Игоря Петровича Палица были выпущены наглядные агитации, то есть в достаточном количестве, чтобы мы разместили ее на всех объектах с массовым пребыванием людей, она перед вами, можете взять ее тоже с собой, кстати, и разместить на своих, соответственно, объектах, в том числе и по выявлению различных подозрительных предметов. А также я прошу показать, да, я прошу показать, то есть это те ролики социальной рекламы, спасибо вам большое, которые транслируются на ваших телеканалах, то есть это те, которые как раз и являются обучением, скажем так, наглядным обучением, потому что вы знаете, что любой человек лучше воспринимает не какие-то лекции, не какие-то выступления, скажем там написанный текст, а лучше они именно воспринимают видеоматериалы. Информация штаба гражданской защиты о поведении во время артиллерийского обстрела. Если артобстрел застал вас на улице, сразу падайте на землю. Только после этого оглянитесь и поищите более надежное укрытие. Помните, осколки летят на высоте 30-50 сантиметров, поэтому укрыться можно вдоль высоких бетонных бордюров. Идеальная защита – это траншея или канава, подобная окопу. Нельзя бежать к зданиям, особенно если это современные офисные здания, состоящие из стекла и металла. Надежным укрытием служат подземные переходы, метро, широкие трубы водостока под дорогой, подземные овощехранилища и паркинги, смотровые ямы СТО, глубокие подвалы под домами старой постройки, в которых есть два выхода. Если обстрел застал вас в машине или любом другом транспорте, немедленно останавливайтесь и отбегайте от дороги. Нельзя прятаться под машинами и любой другой техникой. Продолжение следует... Продолжение следует... Информация штаба гражданской защиты о поведении во время артиллерийского обстрела Если артобстрел застал вас в квартире, самое безопасное место – это ванная комната, окруженная несущими стенами. Чем больше бетона вокруг, тем лучше. Нужно лечь в ванную и накрыть голову руками. Если в квартире нет внутренних комнат, выходите на лестничную клетку и ложитесь. Ни в коем случае нельзя находиться напротив окон, а также возле стен и мебели со стеклами. Опасно находиться на верхних этажах. По возможности спуститесь по лестнице на первые этажи, в подвал или подземный паркинг. Не пользуйтесь лифтом. Самые ненадежные дома – панельные многоэтажки. Они быстро разрушаются, перекрывая выходы из подвалов. Огонь от возникших пожаров в этих домах быстро распространяется. Более надежные дома – так называемые сталинки. В частном секторе заранее оборудуйте подвал, сделайте запасы воды, пищи, медикаментов. Но помните, в случае завалов в частных домах вас могут не искать. Поэтому оставьте на видном месте бросающийся в глаза плакат. Мы находимся в подвале. Гулять можно в многих местах, но в период прогулянки всегда будь уважным и обережным. Не играйся с неведомыми предметами. Они могут быть небезопасными. Если ты потрапил на какую-то металевую або ржавую речь, не торкайся ей. И это может быть боеприпас, который остался тут в часе войны. Мина, снаряд або бомба может статься вибухом. Чтобы не стало с трагедией, категорично забороняется. Торкать себя на известного предмета. Поднимать або переносить его. Перекочить с места на место. Закопить в землю. Продолжение его распилить або разобрать. Кидать в водоймы. Кидать в огнище або разложить в огнище поблизу. Увага! Правильные действия. Зупнись. Запамьетай место с находкой. Обережно выйди якомога далеко тем шляхом, каким пришел. Покличь дорослих. Поведомь рятувальников за номером 101. В экстренных ситуациях. Звони 101. На территории взрыва всех тех складов с боеприпасами, которые у нас были на территории Украины. Группа пиротехнических работ точно так же наша выезжала. Я начальник группы пиротехнических работ Державной службы Украины за начальникой ситуации в Украине Удальской области. Так, расскажу про наш подрозділ. Наш подрозділ займається знищением вибухонебезпечных предметов, часів Великой Вечеринской войны, також сучасних боеприпасів, ким тих, які використовуються в террористичних сітях. До складу підруги цілу входити три відділення. Два відділення займаються сухопутним розмінуванням на території Одесської області і одне відділення підводного розмінування. Задачі відділення підводного розмінування проходять пошук на знищення застарілих боеприпасів, також сучасних в озерах, в одоймах Одесської області, також сучасних боеприпасів, в межах державного кордону. Наведу таку невелику статистику. По минулому року, за минулий рік виконано близько 200 заявок на розмінування та знищено близько трьох тисяч вибухонебезпечних предметів. Уже в цьому році виконано 17 заявок та знищено близько 600 небезпечних предметів. Одним із таких, на минулому тижні одним із виїздів був, це виїзд в Тарутинський район, де було виявлено 550 артилерійських снарядів, які були відкопані та перевезені до місця знищення і знищення встановленого порядку. Також були виїзди на авіаційні бомби, які знаходилися в межах населеного пункту. Ми дивилися, що ураження від авіаційних бомб може сягати близько 1,5 км-2 км. Це в Березовці була авіаційна бомба вагою пів тони, щоб було виконано роботу відселеного населення та вивезено бомбу за місто та знищення. Що я хочу сказати, що у випадку виявлення якихось підозвілих предметів, які схожі на боєприпаси, також якісь коробки, сумки, в ніякому разі можна її чіпати, підходити до неї, переміщувати з місця на місця. Якщо це боєприпаси, то заборонено проводити їхній розпил, розбирання, кидати в багаття. У таких випадках виявлення з метою запобігання людських втрат необхідно повідомити ДСУ за телефоном 101, також міліцію за телефоном 102. Знаходитись на безпечній відстані, бажано з якогось укриття, за будівлею, з якогось наблюдати за цим боєприпасом, чи знахідкою невідомою до прибуття представників міліції та державної служби України з значайних ситуацій. Також вжити заходів недопущення до місця виявлення сторонніх осіб. В принципі, мене все. Ви скажіть, що зараз, одну секунду, що зараз, куди ви їздите, чому ми хочемо теж бістро закінчити, тому що, ну, якби, вызова, виходить, кожен день приходять, да? Ось зараз, куди ви їдете прямо зараз? На сьогоднішній день у нас є три випадки, інформації про три випадки виявлення вибухно-незпечних предметів. Перший – це село Авангард, другий – село Монаші Білого-Дністровського району та третій – в Березівському районі, на які необхідно відреагувати та вжити заходів для вивезення та знищення виявлених міліпасів. Ви говорили о підводному розмінированні. Часто ли бувають такі случаи, коли здійснюється підразділення, були ли вони в цьому випадку чи, скажімо, в прошу? Значить, у сьому році ще таких випадків виявлення не було, ну, за минулі роки за рік надходить близько 60 заявок на підводне розмінування. Багато випадків було виявлення це в акваторії Чорного моря в межах нашого порту. Це в основному снаряди і бомби, я так розуміюю? Так, це снаряди часів великої вичезнення війни та бомби. Хорошо. Скажіть, у нас, наверное, скоріше к вам вже вопрос по поводу бомбоубежища. Давайте ми відпустимо бомбоубежища, у нас є Андрій Валентинович Галла, якраз сидит і будуть остальні всі питання задавати. А зараз ми тільки працюємо з підозрілими, вибуханими безпечними предметами, і Романа Ніколайовича розмінировати боєприпаси відпускати. Скажіть, будь ласка, ви сказали 600 обезврежених, а були ли пострадавши від цих? Ні, пострадавших не було. Було збережно всі заходи, заходи безпеки, в першу чергу для того, щоб мінімізувати такі випадки. І ще, якщо можна, в цьому році на пожарах, скільки пострадавших і погибших? Давайте я щас дам інформацію. Ми щас закончимо, всю інформацію я вам дам по цьому моменту. Ще я хочу, щоб ви, в принципі, розказали інформацію. Благодаря тому, що у нас міждонаводні проєкти були, які в рамках госслужби по чрезвичайним ситуациям України, к нам приїжджали сотрудники ОБСЕ, проводили ми совместні мероприятия в прошлом року, а именно то, що касається подводного розмінировання. І вони ділися своїм опытом по подводному розмінированню. І именно после того, як вони у нас побували, у нас появились, як це правильно, глубоководні, да? Сучасні засоби пошуку. Розкажите, пожалуйста, на таких-то глубинах. З метою обмінного опыта до нас приїжджали представники служби ОБСЕ в минулому році. Ми показували нашу роботу по проведенню підводного розмінивання. Це в Коментарнівському районі Дайської області. Це пошук та вилучення авіаційної бомби калібром 50 кг. Який проводився на глубині 7 метрів. Це реальне розмінировання? Так, це реальне розмінивання. Бомба була вилучена та перевезена до місця знищення. І після цього з'явились у нас? Ну так, після цього були забезпечені. Хоча у нас і так є сучасні засоби пошуку, які дозволяють проводити пошук на глубині до 6 метрів. Це при слухопутному розмінивання. Після цього були ще додатково видані нам засоби пошуку. Тридцяти до семидесяти п'яти метрів. Та? Т.е. Глубоководна пояска тридцяти до семидесяти п'яти метрів. Вопрос, который задаёт сайт 048. Робот, который используется для подрыва опасных предметов. Есть информация, что Вы его взяли на время из другой области. Рассматривается ли возможность покупки собственность такого апарата? И сколько он приблизительно стоит? Значит, ещё хочу акцентировать внимание, что все вот эти вот выбухонобеспечные прилады сучасному характеру у нас разминируют взрывотехники Главного управления МВД Украины в Одесской области. И как раз вот этот вот комплекс, да, скажем, такой робот, как его называют, по разминированию, он был дан Главному управлению МВД в Одесской области именно с МВД Украины. То есть передан пока вот на такие моменты. Соответственно, о приобретении это будет более корректно задать вопрос Главному управлению МВД в Одесской области. Спасибо. Все-таки вот вопрос такой. По ситуации в Харькове. Мы знаем, что нам, активисты Евромайдана Харькова, сообщили о том, что предупреждали, что можно проводить панихиду в Харькове в отдельном месте, да, которое, например, происходило. И в то же время на марш могут быть нападения. Вот можете проанализировать Харьковскую ситуацию и как сделать так, чтобы такая подобная ситуация не повторилась в Одессе? Ну, самое главное, чтобы такая ситуация не повторилась в Одессе, это, во-первых, я хочу сказать спасибо нашим бдительным одесситам, которые слышат, видят то, что вы им показываете, в том числе средства массовой информации о том, что ни в коем случае нельзя трогать неизвестные все какие-то предметы. Это раз. Во-вторых, в связи с такой нестабильной ситуацией в нашем государстве, и вы видите, я не зря сказала, что у нас 73 вызова было, из них 5 реальных взрывов только с начала этого года. Поэтому любые скопления людей, они уже опасны. Поэтому лучше ни в какие группы на данный момент не скапливаться, то есть если вы на самом деле заботитесь о своей жизни и здоровье, потому что могут быть различные провокации, и поэтому лучше пока ни на какие массовые мероприятия не ходить, это для вашей жизни и здоровья будет безопасно. То есть это первое правило, о котором мы говорим. И, естественно, второе правило, нужно быть очень и очень внимательным к любым, скажем так, подозрительным вещам, к любым подозрительным людям, к любым подозрительным машинам, то есть быть очень внимательным. И, естественно, самое главное, ни в коем случае не водить своих детей ни на какие массовые мероприятия. К сожалению, это такая мера, она является безопасной для жизни и здоровья наших граждан. Романа Николаевича мы можем отпустить? Все. Романа Николаевича мы можем отпустить. Спасибо. И затраты денежных средств не сравнятся с жизнью и здоровьем людей. Никакие. Поэтому лучше в данном случае всегда, как это показал опыт, и мы говорим, что правила пожарной и техногенной безопасности в нашем случае, они написаны кровью. Вот как показал этот опыт, что лучше предупредить и дешевле, и лучше, то есть и по затратам, и по жизням, и здоровью людей. Поэтому, еще раз повторю, никакие материальные затраты не могут сравниться с жизнью тех людей или здоровью тех людей, которые благодаря какой-то предупредительной информации, в том числе, еще раз хочу повторить, что без вас, без средств массовой информации достучаться очень трудно. И без различных, скажем так, социальных служб, тех же медиков, учителей, которых мы к работе сейчас привлекаем во всем этим моментам, достучаться очень трудно. Поэтому вот такая работа, если она уже спасет жизнь одному-двух именно человек, то любые материальные затраты уже будут компенсировать. И что касается общежитий, вот вы уже где-то, наверное, недели 3-4, как подключены к этим вопросам, обследованы общежитиями. Есть ли какие-то предварительные выводы о том, в каком он нереальном состоянии? Бубуги. Вы имеете в виду защитное сооружение? Я говорил, но сколько я помню, когда были у вас на мероприятии, вот где-то с месяц назад, речь шла о том, что вам поручили осматривать бубуги, в различие сооружения, в том числе, бубуги, а же все тоже, или нет? Ну так, ну, не общежитие, вы сказали общежитие. Я имею в виду бубуги. Да, защитное сооружение, как раз я хочу пригласить Андрея Валентинович Галак, это начальник управления гражданской защиты, как раз который сейчас занимается всеми защитными сооружениями, специалист в этом вопросе, он ответит на все ваши вопросы. Добрый день, начальник управления организации мероприятий гражданской защиты, главного управления сейчас в Одесской области, Галак Андрей Валентинович. Что касается проверки защитных сооружений, то, как мы говорили на прошлом брифинге, 4 числа, что мы со 2 числа начали проверку защитных сооружений, мы начали с наиболее проблемных защитных сооружений. На сегодняшний день, параллельно по распоряжению губернатора, дано распоряжение губернатора по приведению защитных сооружений коммунальной собственности в готовность по предназначению. Такая работа на сегодняшний день проходит очень интенсивно, мы об этом говорили, в городе Одессе, принято решение Южнским городским советом о выделении более полмиллиона гривен, так же самое на проведение в городе южных защитных сооружений. Начата работа в Авидеопольском районе и так же самое начинается, рассматривается этот вопрос на сессиях районных местных советов о приведении в готовность защитных сооружений коммунальной собственности. На сегодняшний день есть тенденция действительно по защитным сооружениям города Одессы, по противорационным укрытиям коммунальной собственности, есть тенденция к росту и готовности к тому, что может вы сами видели, что и волонтеры, спасибо им большое, они подключились к этой работе. Да, действительно, город Одесса, город Южный, на сегодняшний день это передовики, которые подошли к этому вопросу очень серьезно и есть тенденция к тому, что эти все защитные сооружения, которые в городе Одессе, коммунальной собственности, которые отвечают в курсе Лебу, приведены в готовность. Андрей, скажите, пожалуйста, сколько еще планируется провести порядок в Одесской области, в Бомбоубежище и в Одессе конкретно? Есть какие-то цены? Значит, конкретно я говорил, что у нас, согласно учета, 1027 защитных сооружений в Одесской области. Из них где-то около половины коммунальной собственности, какая-то часть государственной и частной собственности. На сегодняшний день проводится эта работа не только коммунальной собственности, а проводится как и государственными предприятиями и частными предприятиями. Допустим, проводится очень интенсивная работа в портах, то есть стратегических объектов идет такая работа. И мы сейчас проводятся проверки, и мы, скажем так, хотим знать и с вашей помощью, хотим знать реальное состояние этих защитных сооружений, и какие из них, возможно, будут для укрытия населения, для укрытия персонала объектов, и будут проведены в порядок. Андрей Валентинович, защитных сооружений, в принципе, достаточно мало для укрытия граждан. Вот какие еще учреждения и объекты могут быть использованы для укрытия граждан, и какая работа ведется с этим? Да, так как я говорил на прошлом грифинге, то защитные сооружения делятся на убежище и радиационные укрытия. Кроме этого, согласно Кодексу гражданской защиты, можно, не можно, а нужно планировать укрытия в простейших, на простейших укрытиях. Это подвалы, паркинги и тому подземные сооружения. На сегодняшний день проводится интенсивно нами и органами власти инвентаризация таких сооружений подземных. Проведено уже, у нас есть конкретное количество по районам области, и на сегодняшний день идет работа, так как в городе Одессе это наибольшее количество, идет такая работа в городе Одессе. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вы говорите, что приводится в порядок защитные сооружения. Что это значит, что приводится в порядок? То есть выводится мусор или восстанавливаются коммуникации, свет, вода и так далее? Вы правильно говорите. Выводится мусор, восстанавливаются коммуникации, свет, вода, унитазы ставятся, красятся, чистятся, чтобы все было там сухо. А вентиляция, там где предусмотрена проектом вентиляция, то же самое, эти все моменты приводятся в порядок. Андрей Валентинович, можете сказать, у нас очень много вопросов, что в этих защитных сооружениях должны быть, как дома, образно говоря, и холодильник набитый продуктами, и лекарства у нас должны быть. Вы можете объяснить, что должно быть в защитных сооружениях, что привозится за 12 часов и что должны с собой граждане иметь? На самом деле, защитные сооружения, которые не находятся на стратегически-технически опасных объектах, должны приводиться к готовности к принятию укрываемых в время до 12 часов. Есть такая норма. Значит, в защитных сооружениях не хранятся продукты питания, продукты гигиены для людей. Это все население должно брать с собой с расчетом на двое суток. Так прописано в рекомендациях, так прописано в нормах. То есть ничего не может в этих защитных сооружениях. Только такие запасы осуществляются на химически опасных объектах, я и сказал, или пожаровозрывоопасных объектов. — Скажите, пожалуйста, во-первых, что касается БМУ-убежища. Вы сказали, что 18 в Одессе. Не так давно нам говорили, что город подвинул список из 88 объектов. Вот сколько из 1027, по вашим данным, находится в Одессе? — В городе Одессе 365 защитных сооружений всего. — 365, да. — Если 88 коммунальные, то остальные какие? — Остальные государственные и частные сооружения. — Многие ли БМУ-убежища, из тех, которые соответствуют элементарному требованию, наличие двух выходов и наличие системы вентиляции, потому что без нее больше, чем 2 часа, люди там выдержать просто не смогут. Это во-первых. Во-вторых, насколько справедливы сомнения людей в том, что эти убежища в случае прямого попадания превращаются в ловушку? То есть безопаснее находиться вне их, чем вне их. — Значит, ну то, что там, где конструкционные особенности предусмотрена, вентиляция, я говорю, там, где должны быть два выхода, там, где должны быть определенный туалет, умывальник, это все, мы на это обращаем внимание во время проверок. То, что имеется в виду, город делает 18 защитных служений, я сказал, сделано городом, это относится к коммунальной собственности. — Понятно. Там все это есть? — Да. Там все в тех убежищах, которые предъявлены, есть это все. И последнее, что я хотел спросить тоже, это то, что обращают внимание еще городские власти, что большинство убежищ у нас построено в 60-е годы, в общем. И цель их была немножко другая. Цель их была защита от последствий ядерного удар. Поэтому их основная задача быть герметичными, более чем прочными. Теперь же, иначе говоря, специалисты не оказывают сомнения, что данные бомоубежища вообще приспособлены для того, чтобы быть эффективно защитить против тех бомб и снарядов, которые теперь используются. Спасибо большое. — Я думаю, что в каждом случае надо подходить, скажем так, и оценивать. Мы сейчас эту работу проводим и конкретно оцениваем, и ставим оценку каждому защитному сражению по тем параметрам, о котором вы говорите. И мы эту работу завершим до конца марта, и уже конкретно скажем, сколько у нас готовы, сколько у нас не готовы защитных сражений. И еще я сказал, что есть такое... Да, действительно, эти защитные сражения строились 60 лет назад, 50-60 лет назад, но у нас на сегодняшний день кодексом предусмотрено как простейшие укрытия. Это подвалы, паркинги, инвентаризация которых сейчас проводится. — Есть еще вопросы? — Спасибо.